С вами программа «Независимое мнение», я ее ведущая Екатерина Карачковская. Сегодня у меня в гостях депутат парламента Владимир Односталко и врач-психиатр-нарколог Лилия Федорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости и наши зрители. Уже давно на просторах интернета появляются статьи примерно с таким содержанием, которое сейчас зачитаю. Расслабляйся теперь и в Кишиневе совершенно закона Spice Mix. Чокохэш чисты на 99%. С помощью этого сайта любой желающий, независимо от возраста, всего за несколько сотен лейф может приобрести курительные смеси, обогащенные психотропными веществами. Товар состоит из двух основных компонентов – растительная основа, скажем, кориандр, орхидей или даже банальная липа и так называемое приправо-химическое вещество, которое по сути и есть дурман. Самое страшное – это безграничная доступность зелья. Неудивительно, что основными потребителями является молодежь от 16 и старше. А стражи порядка ничего поделать с этим не могут, руки связаны. Даже если ему удается сделать контрольную закупку, маловероятно, что они найдут формулу в базе данных запрещенных веществ. Химику средних талантов достаточно нескольких часов, чтобы внести формулу изменения, в то время как чиновникам на ее определение требуются месяцы. Плюс еще немало времени займет процедура внесения вещества в официальный лист запрещенных наркотических и психотропных веществ. Как вы относитесь к таким статьям? Как вы прокомментируете то, что это уже стало даже нормой где-то, появление таких статей в интернете? Да более того, не просто нормой. На это не обращают уже внимания. И не такие статьи, а просто предложения о покупке наркотиков. В фейсбуке посмотрите, вплоть до того, что в личку людям пишут, то есть личные сообщения, пожалуйста, в одноклассниках на почту приходят это все. И хуже всего, когда звонишь, я делал определенные звонки, потому что сталкивался с этим вопросом. Да, пожалуйста, мы можем вам это дело продать, значит. Но хуже всего и другой момент, способ продажи наркотиков. На сегодняшний день это уже не просто прийти, понимаем, в магазине не купишь. При личной встрече на сегодняшний наркоторговцы или те, кто распространяет эту отраву, они стараются избегать. То есть речь идет о покупках через интернет. Это с точки зрения того, чтобы наркоторговца не поймали, самый безопасный способ. Это усложняет борьбу с ними, это усложняет выявление их. Но мы видим, да, последний год у нас, почему последний год, потому что до этого особо не звучало. У нас общественные организации начали поднимать эту ревогу и говорить о том, что у нас-то люди мрут. В прямом смысле слова надо с этим что-то делать. Начали появляться новости о задержании. То сети, то распространителей, то транзита. А мы знаем, мы третий по транзиту в Европе, на Россию. Мы третий по транзиту, и как правило, это каннабис с оборотами европейским 9 миллиардов в год евро. И это официальная статистика. Мы были месяц назад в Румынии, там был доклад за 16-й год Европейского антидаркетического агентства. Они об этом говорят открытые, но если у них есть структуры, которые работают в этом вопросе уже давно, и имеют определенный результат, и у них есть финансирование, самое главное соответствующее, чего нет у нас на сегодня, это вопрос, он не стоит на повестке дня в приоритете. Точно так же, как и профилактика, не только наркозависимости, а всего. А почему не стоит на вопросе дня? Я думаю, опять же, мое субъективное мнение, никого не хочу обвинять, либо отмечать. У нас, возьмем статистику, бюджет кассы медстрахования, 56 миллионов леев, статья профилактики. Это 2016 год. После уточнения в середине года, ну уточнение это, как правило, нужно читать как сокращение, у нас осталось 17 миллионов леев. На конец года было реализовано 2,5 миллиона леев. Значит, на миллион 100, миллион 200 тысяч закупили вакцины от бешенства, больше 10 тысяч порций. Значит, нам остальных напечатали листовки. Ну, у нас есть дни, значит, красные дни календаря в медицине, называемые так, день борьбы против курения и так далее и тому подобное. Вот это весь фонд профилактики. А в Европе Российская Федерация тоже обратила внимание и с этим работает. У них выделяются огромные фонды на профилактику. Они понимают, что лечить сложнее, чем, потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, вылечить подростка намного сложнее, чем правильно воспитать дошкольника или школьника и отношение к этому явлению. И не просто отношение к этому явлению, а правильную альтернативу, правильную замену. Мы еще обязательно поговорим о том, как родители должны относиться и как должны воспитывать детей, какие меры предпринимать для того, чтобы такого не произошло. Есть у нас сегодня, Владимир, программы, в которых расписаны все меры для противодействия? Я думаю, доктор, на этот вопрос более компетентно ответить. Я бы хотел остановиться на следующих моментах. У нас выработаны стратегии по борьбе с наркотрафиком, в целом с проблемой. Стратегия хорошая вещь, текст хороший. Я много раз читаю, это мой рабочий документ. Выработан, соответственно, план действий по работе. Что мы делаем? Раз, два, три. Я вам хочу сказать, что больше половины этой стратегии даже не принималось в рассмотрение. Опять же, почему? Одно дело написать бумагу, а второе дело найти финансирование под эту бумагу. Написать бумагу для чего это делается? Для того, чтобы отчитаться, что мы работаем. Есть всемирные антинаркотические комитеты и так дальше. Тем более, страна в 2014 году подписала соглашение об ассоциации, а там черным по белому целый раздел посвящен этому явлению. Соответственно, надо что-то делать, что-то выполнять. Вот и начали с бумаг, на этом и закончили. Насколько я знаю, даже наркодиспансер наш на сегодняшний день, сколько общаясь с господином директором ОПРИ, они нуждаются в серьезных финансовых инвестициях. Это нормально, когда люди... А им, насколько я знаю, за последние два года были сокращения бюджетов. И если мы посмотрим статистику, у нас их меньше не становится наркоманов, несмотря на то, что ловят, якобы ловят. Даже более того, если я не ошибаюсь, и увеличивается количество? Сейчас просто говорить о том, что увеличивается. Тоже с точки зрения морали где-то неправильно, создавая рекламу тому, что они есть. Да, рост идет. Надо еще разобраться, что это за рост. Это рост зависимых, это рост тех, кто просто потребляет несколько раз. Или более тяжелые случаи. То есть я бы не хотел создавать рекламу, чтобы какой-то ажиотаж поднимать в обществе по этому случаю. Но скажу так, что очень серьезно нужно обратить на это внимание. Очень серьезно нужно обратить внимание на проблему того, что наркоман молодеет на сегодняшний день у нас. И это проблема. И на доступность наркотиков. Тогда у нас со статистикой не будет проблем. Лиля, вот к вам вопрос как к врачу. Проводится ли тестирование на предмет употребления наркотиков в школах, раз возраст, к сожалению, молодеет? Я хочу добавить, конечно, что как явление потребления наркотиков существовало и раньше, и сейчас. И, к сожалению, мы наблюдаем помолодение в возрастной группе в виде экспериментаторского начала потребления наркотиков. Но тут же сразу я отмечу, что люди, которые получают уже лечебные программы, которые предоставлены в нашей стране как некие современные уже технологии терапии, в частности, фармакотерапии, метадоном, это дало возможность нам многим наркозависимым оказывать свою временную помощь, и они продолжают жить. Поэтому здесь, опять же, цифры несколько разнятся. Начинают пробовать наркотики в очень молодом возрасте. Тех пациентов, которым нам удалось на себя пригласить и своевременно оказать им помощь, они продолжают жить. Хотя их сверстники, не получающие такую терапию, к сожалению, закончили печально свою жизнь. Это что касается помолодения или повзросления. Наркотестирование – это процедура экспресс-диагностика, которая проводится в нашей стране уже очень давно. Тесты у нас есть. И это такая экспертиза, которая может быть проведена и для совсем молодых людей. Инициатором может служить школа, если возникли какие-либо там тревожные сигналы. Или же чаще всего родители. Поэтому наркотестирование, как экспресс-методика, это действительно очень достоверный метод выявления, обнаружения, своевременной диагностики доступно. А возможно ли без согласия родителей в школе подать заявление на то, чтобы провести такое тестирование? Знаете, мы сейчас рассматриваем такой вариант, им обязательно будут внедрены, потому что очень многие страны допустили, разрешили и уже применяют такие методики. И, безусловно, инициатором является педагог, преподаватель в присутствии психолога. Ведь ребенок, посещающий школу, он находится в учебном заведении. С точки зрения юридической, каждое действие тоже может быть обосновано. И поэтому это нисколько никак не попирает права ребенка. Но это позволяет родителей проинформировать, если есть какой-то тревожный момент. Пока у нас в школах наркотестов нет. А какие первые признаки можно обнаружить употребления наркотиков у молодежи? Вы знаете, как всегда, потребление наркотиков, безусловно, это такой достаточно длинный по времени процесс возможен. И мы должны с вами понимать, что не каждый человек, который попробовал хотя бы раз в жизни наркотик, обязательно будет зависимым и войдет в болезнь как в таковую. То есть в любом случае статистики и различные мониторинги проводились, насколько они достоверны, сложно судить. Но тем не менее мы знаем, что есть экспериментальное потребление. И большая часть молодых людей, у которых очень небольшой опыт жизни, но в силу разных обстоятельств они пробуют различные наркотические вещества. Конечно же, это экспериментальное потребление, характерный, допустим, тот же первая сигарета, тот же первый бокал пива. Это тоже происходит в кругу каких-то сверстников. Но это совершенно еще не значит, что человек обязательно будет дальше находиться в активном поиске. И поэтому большинство все-таки молодых людей прекращают потребление. То есть, или иначе скажем, не стремятся к дальнейшему потреблению. Следующая ступень – это, конечно, когда молодой человек уже намеренно принимает эти вещества в силу разных обстоятельств. Безусловно, это выпадает на подростковые сложные катаклизмы, переживания, стрессы, сложные взаимоотношения в семье. Я думаю, что мы еще будем говорить о роли семьи как таковой в не просто воспитании человека, а в правильном оформлении навыков безопасности своей жизни. И вот когда у молодого человека есть определенный стресс и напряженность, то он намеренно тогда начинает искать ситуацию, создавать эту ситуацию или в этой же ситуации употреблять наркотики. Это уже, конечно, гораздо более сложная ситуация, приводящая к тому, что полшага остается до синдрома зависимости. Потому что уже следующий момент после намеренного употребления, когда происходят определенные и уже психические изменения, и физические изменения в организме человека, порой бывает как бы нечаянно, незаметно человек начинает испытывать потребность. И вот это вот влечение, навязчивое влечение – это уже, конечно, стадия заболевания. А заболевания, мы с вами должны все понимать, что заболевания – это заболевания головного мозга, это заболевания хроническое, рецидивирующие, заболевания, при котором выздороветь практически невозможно. Можно выздоравливать всю жизнь, быть здоровым человеком, но при этом нужно прилагать огромное количество усилий и лично человеку, и его семье, и всему обществу в целом. А какие первые меры должны быть предприняты в случае уже того, как выявили родители, признаки, то, что уже… То есть какие первые меры? Давайте так. Все-таки я думаю, что можно разделить… Есть признаки, которые являются вероятными. И очень часто родители, впадая в панику, уже приходят на консультацию со своим молодым человеком, с ребенком подросткового возраста, и тут же говорят, доктор, по-моему, он наркоман. Понятно, что это паника, понятно, что это, конечно, неправильные термины, подобранные к ребенку, не обоснованные иногда, вот эти клише крепятся к ребенку, и вообще это может, конечно, служить некой пропастью во взаимоотношениях. Вероятные признаки? Ну, вероятными признаками чаще всего являются, конечно же, это неуспеваемость в школе, это пропуски школы, да, это то, что бросается в глаза родителям, это не тот взгляд, не те глаза, красные, да, как они говорят, красные глаза. Далее, конечно же, какое-то необоснованное требование денег, куда-то молодой человек начинает больше возможной суммы требовать у родителей денег, пропускает занятия, да, перестает быть, скажем, человеком ритма, то есть утром может проспать, в школу не прийти, вечером задерживается где-то долго на улице, да, появляются какие-то сомнительные звонки, сомнительные друзья, то повышенный аппетит, то, наоборот, значит, человек отказывается от еды, от пищи. И можно продолжить бесконечно этот список тех самых, якобы, признаков, которые, группируя родителей, считают, что это уже точно указывает путь к тому, что он употребляет наркотики. Но это всего лишь вероятные признаки. Любой из этих признаков можно по-другому тоже объяснить, да, красные глаза – это усталость от долгого просижения перед компьютером, к примеру, да, аппетит – это тоже связано с гормональной перестройкой организма в этот период жизни, эмоциональные качели люди испытывают в этом периоде, да, влюблённость, первые какие-то сложные контакты с социальным миром и так далее, да, то есть это всё-таки вероятные признаки, которые требуют детализации. Но мы чаще всего, конечно, пользуемся инструментом, который позволяет нам достоверно или подтвердить этот факт, или, в общем-то, снять это излишнее волнение. Это уже лабораторное исследование. Конечно же, всегда возможность постановки диагноза позволяет грамотному квалифицированному врачу визуально определить многие клинические признаки, указывающие на заболевание, да, и хорошим инструментом является лабораторное исследование. То есть это, опять же, наркотестирование, экспресс-методы, лабораторное изъятие материалов человека, скажем, слюна, кровь, моча, где мы определяем и качественное содержание, и количественное содержание наркотического вещества. И вот дальше, конечно же, начинается совместная работа. То есть при первых признаках, которые или подтверждаются, или нет, но лучше обращаться к специалистам. Конечно, вы знаете, первое, что бы следовало понять взрослым людям, у которых подрастают молодые дети, это самим повысить уровень информированности и грамотности. Это не составляет труда. Огромное количество этой информации есть сейчас в интернете. И я в практической деятельности ежедневно сталкиваюсь с тем, что родители приходят и говорят, доктор, мы про это ничего не знаем, мы вообще об этом ничего не слышали, и при этом думают, что это некая себе бонус похвала. Понимаете? Родители должны ребенка не только в жизнь выпускать, да, не только защищать его от этой жизни, но наоборот, идти на опережение, обеспечить его всеми знаниями, всеми навыками, не только, скажем, математике, физике, химии, точным наукам, да, но и самое главное, как безопасно жить в этом мире, как коммуникативно общаться с этой средой, в которой молодой человек живет сегодня. То есть нужно быть современными людьми, и в первую очередь, конечно, родителям. И если родители приходят вовремя сами к доктору, к психологу или занимаются самообразованием, это всегда очень полезно, и вы знаете, это всегда приятно, когда на приеме родители демонстрируют свою грамотность и информированность. Но, безусловно, в силу разных обстоятельств заняты, профессия, может быть, недостаточно позволяет грамотно разобраться в сложных терминах и словах. Или же, может быть, это просто гиперопека, повышенная любовь, бесконечно на уровне доверия, и потом сталкивается, когда уже это не ребенок, а взрослый человек, и оказывается, у него уже болезнь давно, а родителям только сегодня кто-то нашептал на ухо. Ведь семья очень часто пользуется отрицанием первых каких-то тревожных звонков, которые поступают, допустим, вот педагога или соседка что-то сказала не так, намекнула. Ведь в силу определенной огромной любви к своему ребенку, любой родитель сначала отрицает, отказывается, не желает признавать это даже термины, как факт такой. Или действует на опережение, или уж отрицает. Вот отрицание – это то, что переживая, по времени бывает по-всякому, да, далее потом, когда уже происходит скопление, накопление разных признаков, родители уже обращаются к врачу, порой бывает достаточно поздно. Поэтому вот к достоверным признакам, да, еще раз, если возвращаясь, уже следует прибегать тогда, когда, видите, совсем много всего накопилось. Информированность – это очень важно. Вот, Владимир, к вам вопрос, существуют ли какие-то программы, если нет, должны ли они быть, которые будут говорить о том, кто такие наркоманы. Потому что мы говорим о том, как с этим бороться, да, что это такое, а кто они, как к ним общество должно относиться. Потому что они же сталкиваются тоже с очень большим осуждением, и даже, мне кажется, что с семьей своей же они боятся признаться в том, что у них уже появилась зависимость. То есть, возможно, что это и проблема общества, потому что, с одной стороны, это ни в коем случае нельзя, хоть как-то, чтобы это не было похоже на рекламу, но, с другой стороны, люди боятся лечиться. То есть, должны ли быть программы, которые будут рассказывать, как взаимодействовать с этими людьми? Знаете, я отношусь к тем людям, которые имеют подход комплексный к этой проблеме. Я не хочу рассуждать много о том, как подростка лечить. Потому что я считаю, что лечить подростка, это мы уже упустили его. Большинство из них, если брать из зависимых, опять же, той статистики, ну, после метадоновой программы, давайте скажем честно, сколько из них без рецидива и сколько из них выходит трезвыми? Несколько месяцев после этого они возвращаются. Почему? Потому что, а, социальный статус этого человека, социальный статус семьи, б, среда, в которой он общается. Следующий момент – это внутреннее состояние этого человека и отношения, вы очень правильно сказали, вот эта гиперопека родительская любовь, ведь зависимость от психологических корней, откуда они идут? Они идут оттуда, они идут от стремления оторваться от родительской груди, скажем так, извините меня, я говорю, как оно есть. И это стремление быть взрослым. Это, пожалуйста, это юнг, это описано ведущими психологами. Что мы имеем в конце? Мы имеем подростка, который потребляет, он ищет самореализацию, самоутверждение, начинает с сигареты, бутылкой пива, с алкогольной пивной зависимостью – это вообще отдельный разговор, это страшно. И потом переходит дальше и дальше. Если кто-то бывает рядом, то помогает, если не бывает рядом, а как правило, кроме родителей, такой человек никому не нужен. Девушка его бросает или девушку бросает. Поэтому я отношусь к комплексному подходу. Что это такое, на мой взгляд? Мы должны начать работать от детей, от детей, причем до школьного возраста, прививать им ценности, прививать им через инструменты, доступные для понимания этого ребенка. То есть о чем я хочу сказать? О сказках, о тех, о правильных программах, о подготовке родителей в работе с этим ребенком. Ребенок должен чувствовать альтернативу возможному поведению, при этом не затрагивая это возможное поведение, не рекламируя, не говоря, почему, потому что вы очень правильно сказали, есть у наркомана интерес посмотреть, что будет там. Сам факт того, что у нас сегодня появился интерес, и этот интерес имеет массовый характер, это уже проблема. Если мы столкнулись, то есть мы должны, первое, еще раз, мы должны работать с детьми, начиная от 5 лет, не меньше. Мы должны правильно работать с их стержнями и с родителями. Подготовка педагогов. У нас на сегодняшний день педагоги что делают, если он видит, что ребенок курит, если ему кто-то из, к примеру, староста класса сказал, а вот там Петров курит траву. Не хочу рекламировать. Он приходит к педагогу, педагог что делает, звонит вам. Он говорит, давайте, причем к школьному психологу, не так часто обращаются. Почему? Потому что, а, вы очень правильно сказали, узнают родители, узнают школьники, надо менять школу и так далее и тому подобное. Вопрос подготовки школьных к психологу, это отдельный вопрос, мы его обсуждали недели две назад в рамках парламента и в рамках других слушаний по насилию детскому над детьми и так далее. Следующий момент – это отсутствие диалога между доверия, самое главное, доверие между педагогом и ребенком. И здесь опять педагог не готов к этому. Я не обвиняю педагогов сейчас. Им некогда этим заниматься, они настолько заняты, и наши родители настолько привыкли, что всем должна заниматься школа. А почему всем должна заниматься школа? Школа занимается академическим образованием, но в школе нет социального образования, то, о чем вы сказали. Мы наших детей не учим общаться, не учим быть человеком в обществе вообще, реагировать на эту социальную среду. Они все воспринимают дико, они все воспринимают не так, как должны воспринимать. Они учатся до 7 часов вечера, перегружена программа, причем у всех школьников, начиная с надувого класса, с первого класса. И когда они вырываются на улицу, они хотят попробовать все, что здесь есть. Начиная от запаха цветов, заканчивая другими вещами. Когда мы приходим к тому, что наркоман уже сформированный, мы его червячим метадоном. Мы его куда направляем? В лучшем случае дома. Я сейчас не хочу никого критиковать, и, боже упаси, не буду никогда этого делать, потому что ваш труд – это неблагодарный труд. Потому что, когда нет результата, а по причине того, что родители не досмотрели, по причине того, что ваши рекомендации не выполняются, виноваты всегда вы. Это вот так вот у врачей. Это ваша доля такая. Только вы, наверное, можете стерпеть это. Ничего, мы все это справляем. Да, у нас происходит, мы отправляем на лечение. 28 дней отлежит он. Проколят, все его хорошо. Значит, детоксикацию сначала сделают. Вроде бы он выйдет нормальный, но с психологической зависимостью никто не работает на сегодняшний день. Никто не работает. Этого, к сожалению, нет в том плане, в котором оно должно быть. Есть частные центры, крайне дорогие. Я знаю их почти всех. И почти эти все частные центры не приносят результата. Почему? Потому что я не отрицаю подход метадона. Подход метадона эффективен, но вначале. Когда мы продолжаем человека подкармливать чем-то, он не идет дальше. Мировые все практики уходят от метадона. И я могу сказать множество примеров того, что когда мы получаем человека-отрезвенника, я имею в виду наркотического, когда первоначально мы его медицинскими средствами выводим из этого состояния, а потом мы работаем терапией. А у нас сегодня кто занимается терапией? Я не знаю, чтобы наркодиспансер занимался плотно. Не потому что господин директор не успевает, а потому что это дополнительные специалисты, это дополнительные расходы. Проблема наркомании очень серьезная. И на сегодняшний день наркологи, я думаю, вы меня поправите. Вы загружены работой полностью. Вы как пожарники, вы купируете проблему, а потому что у вас выхода другого нет. И в конце концов мы имеем, что какой-то период времени мы его вытягиваем к жизни, мы его ведем к жизни, а потом он умирает. Взять район наркодиспансера, где он расположен у нас. Вы прекрасно знаете этот район. Я там работаю, я там живу. Вы там живете. Я там тоже жил определенное время, у меня там просто... Я имею в виду, работа, это моя жизнь. Если мы выйдем чуть-чуть выше наркодиспансера, возьмем вправо, потом возьмем лево дальше, вы у людей спросите, сколько там этих ребят было, и сколько сейчас есть. Их нет. То есть это среда, понимаете. И это не вина наркодиспансера, это вина в первую очередь не двух составляющих. Пусть на меня обидится, но я это все время говорю на всех телеканалах и буду говорить. Первое, это вина государства, которое не обращает внимания на эти все вещи, профильные органы. Наркодиспансер один не справится. Нельзя все уложить. И второй момент очень важный, это семья, которая на сегодняшний день считает, что школа должна выучить его ребенка, что он вообще не должен прилагать родителям никакого усилия к этому вопросу. А если случилась проблема, то врач должен вылечить, причем бесплатно, и причем эффективно это сделать. И врачу родители не всегда помогают, это что касается наркоманов. И самый главный момент у меня вопрос, а есть на сегодняшний день, у нас сегодня психологический портрет наркомана. Существует ли он? Я вот не знаю, я еще не встречал ребенка, взрослого человека. И так дальше. Мы сейчас должны прерваться на рекламную паузу. После рекламы мы продолжим нашу беседу. Продолжим нашу беседу. Лиля, вам есть что ответить Владимиру на этот вопрос? И все-таки, может быть, вы ответите, как общество должно относиться к наркоманам? Да, я не ответить, мы просто продолжаем дискуссию нашу, имеем право на высказывание в силу своих, наверное, профессиональных данных. Я хочу сказать, что давно замечено, что вообще общество такая интересная структура, которая почему-то решает, какие болезни приличные, какие неприличные, престижные или непрестижные. И вот количество наркопотребляющих людей введено в какой-то черный список самых неудобных и неприличных больных. Скажите, какое это количество у нас на сегодняшний день официально зарегистрированных? Значит, состоит у нас зарегистрировано 12 тысяч человек, потребляющих наркотические вещества, среди которых, ну, скажем так, 4 тысячи людей, это принимающих наркотики инъекционным путем. Вот это категория самых, скажем, сложных, опасных людей, для которых очень необходима комплексная помощь. В прошлом году, каждые 3 года, проводятся исследования на эстимативное исчисление людей, реально потребляющих наркотические вещества. Конечно, у нас это всего лишь верхушка айсберга, это мы понимаем. Реально подсчитано число порядка 37 тысяч на территории Молдавии. Это учитывая левый и правый берег. 37 тысяч. Три раза больше, чем официально зарегистрированных. Мы думаем, что это очень близко к правде, но где-то близко, да, к той правде, учитывая миграцию людей, перемещение, конечно же, всегда очень сложно посчитать точно. Но касаясь, вот опять же, мнения или впечатления общества, или, скажем, разрешения на ту или иную болезнь, понимаете, еще в прошлом году Всемирная организация здравоохранения почитала, в, по-моему, 195 странах мира они сделали очень точную статистику подсчета, что две трети смертей происходит по несоблюдению человеком правильного образа жизни. То есть это причина неправильное питание, отсюда и заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирения, гиподинамия, которая приводит к расстройству. То есть две трети людей умирают раньше времени, раньше срока, потому что они просто не соблюдают определенные нормы санитарного, питания, стрессы, движения, активная нагрузка и так дальше. А наркозависимый человек это тоже, который относится к этому же числу. Но рядом с ним стоят и другие болезни. Поэтому я все же хочу немножечко пояснить картину, что людей, принимающих наркотики во всем мире, 26 миллионов на сегодняшний день, в среднем считается, каждый 20-й пробует наркотики. Мы страна, ничем тоже не отличающаяся. Каждый 20-й пробует наркотики. И только каждый 6-й человек обеспечен лечебными программами, лечебной помощью. Вот мы на самом деле в нашей стране отражаем ту же самую мировую статистику. И из 12 тысяч людей, зарегистрированных на учете, это те люди, которых мы знаем. Мы по мере возможности находимся с ними в регулярном контакте с самими пациентами, с их семьями. Мы их видим, мы их поддерживаем, мы их информируем, мы их обследуем и, безусловно, оказываем лечебные процедуры, программы. Поэтому в обществе должно существовать более толерантное отношение. И потом я хочу заметить, что наркозависимый человек, он употребляет наркотики, поверьте, не по своему убеждению. Это заболевание. Да, причины, которые привели его в эту болезнь, они, в общем-то, тоже в обществе где-то закладываются. Опять же, мы говорим воспитание, семья, школа, отношения наши. Если мы будем более толерантны к наркоманам, это не значит, что мы будем промолировать наркотики. Потому что, Владимир, я думаю, вы именно этого боитесь, того, чтобы, если об этом общество будет более толерантно, то, возможно, что тогда где-то может быть, сами наркоманы не так будут бороться с этой болезнью? Нет, я больше скажу, если общество будет более открыто, если мы подразумеваем толерантность в данном случае, я думаю, более корректное слово и продуктивное, более открыто, то, соответственно, и наркоман, он не будет сам себя считать девиантом, это общество, с человеком, который изгой, он откроется, он поговорит, он как минимум, мы смягчим психологическую нагрузку на него, у него психика станет мягче, плюс помогают медикаментозные препараты, и мы перейдем к большему излечиванию, или как минимум прогрим жизнь, будем говорить так, как мы видим. То есть, так возможно, для того, чтобы общество было более толерантным и нужно какие-то создавать программы, где будут промо-ролики снимать и показывать, кстати, в школах, вот вы говорили о том, что это дошкольное даже воспитание, для дошкольного возраста детей тоже какие-то социальные ролики, какие-то программы внедрять для того, чтобы как-то информировать и для того, чтобы возможно избегать каждого потребления 20-го, человека, и вот 6-го, который становится зависимым. Я правильно, Лиля, да, поняла? То есть, каждый 20-й пробует и каждый 6-й подвержен тому риску, что он станет зависимым. Возможно, тогда такие нужны какие-то проекты социального характера промоевировать и... Вы знаете, видно, у нас на сегодняшний день есть многие организации, которые занимаются промо своей деятельностью, они рассказывают о том, что они делают, они действительно что-то делают, они ходят некоторые по школам, некоторые сопутствующие заболевания, спид и так дальше, раздают шприцы, раздают средства гигиены и так дальше, но это на самом деле больше похоже, я не хочу никого обижать, это больше похоже на пиар, потому что это не имеет никакого отношения к причинам, к работе с причинами. Я еще раз повторюсь, на мой взгляд, мы должны начинать работать с дошкольного возраста, с детьми, с родителями и с педагогами. Мы должны найти те инструменты рабочие, которые помогают это делать, мы должны научить очень хорошо подготовить школьных психологов к работе с детьми, в первую очередь, потому что на сегодняшний день у нас только в лицеях есть психологи, их больше нигде нет, в селах у нас нет лицеев, соответственно, мы же понимаем, то есть 900 премарий у нас сразу отпадают, 900 сел у нас врачеванием занимается в лучшем случае церковь, в лучшем случае соседи, потому что местным органам власти им нечем заниматься не до этого, это нужно обязательно делать, нужно, наверное, все-таки обратить очень важное внимание на воспитание родителей, вообще на их образование, потому что создание семьи, это не организмический процесс двух индивидов, это что-то более серьезное, и это имеет под собой подход. На Западе, в Российской Федерации, кстати, очень хороший центр работает, у них там практика интересная, они готовят молодую семью, молодую семью не с точки зрения 20 лет, к примеру, людям, а с точки зрения заключения брака и как работать, и как подходить к этому, и так далее, и тому подобное. Поэтому один из методов, который я считаю, что очень правильный, а я считаю так, потому что он эффективный, эффективный он потому, что есть фидбэк к сообществу, и есть результат, это метод сказкотерапии. На сегодняшний день это не так сильно распространенный метод у нас в Молдове, и им занимаются далеко не многие, потому как элементарно нужно готовить правильные сказки. И вопрос здесь не только о наркотиках, вопрос здесь о зависимостях в целом, потому как, я думаю, вы меня поддержите, что наркотики это не является одной троповиду, алкоголь, курение, и так далее, и тому подобное. Это все зависимости, которые надо лечить, с которыми надо работать, и которым надо относиться, в первую очередь признать, что они есть. на сегодняшний день, например, пивной алкоголизм у нас не признают. Признаем, об этом говорим при каждой встрече. Врачи признают, общество не признает, а врачи признают. Врачи признают, но при этом у нас потребление алкоголя, и молодой потребитель алкоголя все время увеличивается как количеством, так и становится все более молодым. Это опять же статистика ВОЗа, и она есть. Пивной алкоголизм страшнее, чем водка. Потребление пива на сегодняшний день опасно. Для молодого возраста молодой возраст самый чувствительный, оно более опасно, чем водка, потому что пиво пьют много, пиво считается, что это слабоалкогольный напиток, на самом деле он не слабоалкогольный напиток, и вообще нет слабоалкогольных и скрепих напитков, на мой взгляд, точно так же, как и нет тяжелых и легких наркотиков. Потому что тот результат, который мы имеем, плохое и хорошее, мы имеем вследствие употребления и того и другого, и от этого никто не застрахован. Поэтому, возвращаясь к комплексному подходу в работе с зависимостью, все-таки уйду от слова болезнь, оно более тяжелое для меня, с зависимостью, здесь необходим подход с детства, подход со школами. Да, вот про листовки вы говорите, но листовок у нас много раздается, типографии работают, молодцы. Устраиваются концерты, потом благотворительные, с тем, чтобы обратить на это внимание, звезды выступают и так далее и тому подобное. Но концерт, он не лечит, проблемы. Да, на концерте есть фуд-зоны, где продают пиво. Честно скажем, как оно есть, да? То есть, непонятно, чем занимаемся. Концерт стоит больших денег, эти деньги можно направить на то же медикаментозное лечение, на то же покупку медикаментов и так далее. То есть, если есть у людей возможность этим заниматься, да пусть занимается. Мы занимаемся немножко другим подходом. У нас подход сказкотерапия, я вам покажу. Давайте. Мы сейчас сборник выпустили, вам тоже подарю обязательно. С удовольствием. Это группа авторов. Мы провели проект «Независимая страна». Два года он у нас был в Молдове, потом он перешел с мая месяца на международную площадку. Это Украина, Румыния, которая серьезно подключилась к этому вопросу и использует практически этот метод уже на уровне местных органов власти, пока это в их жудецах. И Российская Федерация подключилась, тоже сейчас это летом случилось. Здесь этот сборник состоит из пяти сказок на сегодняшний день. Первая сказка это «О потерянной радости». Сказка о профилактике наркотического поведения без единого слова наркотик, что очень важно. Мы с ними работаем в школах. Это сказка о зависимости игровой. Кословская шепость. Это сказка страшная. На самом деле она ужасно интересная и страшно познавательная, потому как это профилактика страхов. Это сказка о мире очень важная. Это тоже вопрос зависимости касается. То есть мы едим одну конфету, если мы выходим играть, то мы играем до четырех часов, скажем, а не весь день. То есть мы чувствуем меру. И меру не только вот наш ребенок должен чувствовать, но и родители. Это сказка вообще для депутатов парламента. Мы когда ее подготовили, выпустили, я потом думаю, надо подарить коллегам обязательно. И кто обидится, сразу поймем, что он имеет какое-то отношение к этому вопросу. Как тестирование. Кроме того, в конце каждой сказки вот у нас есть памятка родителям обязательно, обязательно своеобразная анкета, то есть проверочные вещи. И на сегодняшний день мы провели в 120 учебных заведениях республики эту работу. Мы подвели итоги недавно, 1 октября, и действительно есть эффект. А почему? Потому что родители обращаются, говорят, придите к нам, наши дети стали вести себя иначе. Я не говорю, что это панацея, ни в коем случае. Это один из тех инструментов, который должен быть использован. Да, безусловно. Но этот инструмент только для к сожалению, панацеи нет. И все. А дальше доктора. Дальше доктора, потому что если мы сейчас не закладываем это, то, к сожалению, они не работают. И вот мы работаем с зеркальными по-разному. Вот я вот сейчас вам покажу. Давайте. Я вообще никому это не покажу. Это рисунки. Это первый раз, да, эксклюзив. Это рисунки, вот посмотрите, детей. Когда мы работаем с ними, они рисуют. Наши психологи, волонтеры, мы потом интерпретируем это. Мы потом общаемся с родителями в первую очередь. Потом же общаемся с педагогом. И видите, да, отношения. Я хочу сказать, что картинки очень такие яркие. Красочные. Красочные. Много педагога. Красочные. Красочные, да. Когда мы интерпретируем рисунки, мы приходим к определенным результатам. Мы общаемся с родителями, если они, конечно, хотят. Но, как правило, ни одного отказа до сих пор пока не было. И это очень хорошо. И на сегодняшний день нас приглашают в многие детские сады уже по республике с тем, чтобы мы пришли и у них поработали. Мы не везде успеваем и не везде соглашаемся по причине банальных ресурсов, которые на это необходимы. Потому что материалы необходимы, логистические вопросы тоже. Они стоят, это никто не изменяет это все. И вот это один из методов и пока что успешный в этом вопросе. Более того, я вам хочу сказать, что команда-то у нас большая, команда-то у нас это деканы факультетов психологии, это доктора наук, это волонтеры, это директора школьных учебных заведений, что очень важно. Я никогда не думал, что директор школьного учебного заведения поддержит такие вещи с точки зрения банальной занятости. У них же столько работы всякой. А здесь они понимают, что это необходимо. Почему? Потому что это школьная успеваемость. Потому что это меньшее количество ребят за углом, которые курят. На сегодняшний день это так, мы все знаем. И многие-многие другие вопросы. Мы сейчас готовимся к другому проекту. Это проект уже не с работой, не работой с детьми, а работой с родителями. Мы будем собирать родителей. И вот в течение пяти часов мы разрабатываем сейчас этот курс. Это в нашей команде Мария Верлан, зав. кафедра социальной работы. В нашей команде другие доктора. И по моему психологическому факультету также доктора. Просто мы будем их называть, потому как это люди скромного порядка и они больше работают, чем освещаются. и мы будем сейчас этим проектом, но опять же будет международным, мы надеемся на помощь наших партнеров. И что самое интересное, я вам хочу сказать, что наконец-то городское управление образования обратило внимание на этот подход и даже показали кое-какую маленькую, но помощь. Что говорит о том, что они не отрицают уже хорошо. Уже хорошо. Когда не буду приводить аналоги, но когда нет отрицания, это уже принятие. Вы как специалист меня понимаете. И так далее, и тому подобное. Я вам похоже, это все дал. Вы это увидите. Это работает на сегодняшний день. Но что делать с ребятами взрослыми от 10 лет и дальше мы пока думаем. А вот по статистике, потому что мы сегодня говорили и про пиво, про алкоголь, все знают, что женский алкоголизм он меньше подвержен лечению, нежели мужской. И то, и то страшно, но женский и неизлечим. А вот по статистике, по возрастным категориям, кто больше подвержен употреблению наркотиков? По цифрам, я думаю, вы здесь компетентнее в этом вопросе. Что касается характеристик, мы же понимаем, что у нас ребенок он все время чувствительный. Ему все интересно, ему все нужно попробовать, особенно когда нет запретов и особенно когда нет внутренних правил поведения. нет от этого стержня, он не вырабатывает. это один из методов наработки этого стержня. И когда у него только одна бабушка, которая думает о том, чтобы его прокормить, родители находятся за границей, то, соответственно, это вот потенциальный человек, молодой человек, который может принять наркотик. Один раз будет интересно, второй раз, третий, а потом он заходит в категорию ту, где уже необходимы более сложные медикаментозные вещи, действительно, чтобы его вылечить. Но, опять же, второй метод, я вам по игроманию расскажу, я глубоко в этом процессе занимались, изучал вопрос. Это даже не подростки в игромании. В игромании подростки начинают играть, если у них нет предрасположенности к девиантному поведению, они и заканчивают. Деньги заканчиваются быстро, булочки все-таки важнее, чем аппарат, аппарат, обед, стакан соков, охота в кино и так далее. А вот люди возраста за 25, они уже начинают ближе туда тяготеть. То есть, где-то он думает, что если он выиграл 5 тысяч рублей, то завтра он выиграет 5 тысяч рублей, завтра он проиграет потенциальный подарок жене или ребенку, к примеру. И вот та категория она больше зависит, потому что мы работали с ними, и мы владеем этой ситуацией. Но опять же, откуда это идет? Это начинает зависимость игры на аппаратах, она сейчас молодеет. Почему? Потому что у нас появляются компьютерные игры, онлайн казино. Ты зашел на любой сайт и ты начинаешь играть. Да и сама компьютерная зависимость, она предполагает, и человек растет, мальчик, ему уже становится это неинтересно, она ходит другой способ этой реализации. Здесь можно сделать вывод о том, что, безусловно, любая зависимость это страшно. И вот к концу нашей программы, потому что, к сожалению, время заканчивается, у меня еще осталось несколько вопросов, поэтому я уверена, что мы встретимся с вами еще раз. Скажите, как избежать, вы как специалисты в данных областях, как избежать такого рода зависимости, наркотическую и другого рода зависимость, то есть ваши рекомендации? Важно понимать, что корни вообще любого вида зависимости, мне очень приятно, что затронули все грани нашей наркологической службы в данной беседе, и про пиво поговорили, и про игровую зависимость, да, я имею в виду, это то, с чем мы сталкиваемся, поверьте, это не радует, да, меня, как человека, зная, что, если люди страдают этими проблемами, просто мы говорим о том, что это сейчас достаточно частое явление, и потом это частое явление именно сочетается одно с другим видом, так вот, корни любого вида зависимости, конечно, лежат в нескольких сферах, в нескольких плоскостях, как обычно мы говорим, это био, психо, социо, духовное расстройство личности, то есть концепция, она такая, достаточно полиморфная, и если расшифровать, то все, что касается биологической структуры, это бесконечное стремление человека к поиску удовольствия, да, и эти центры головного мозга, вот так они иногда играют с нами, злые шутки, да, или, скажем, игры разума, требуют у человека ненасытного порой поиска удовольствия, и это является, опять же, иногда пусковым, причинным фактором, мотивирующим его на измененное поведение, это биологические особенности, то есть не всегда генетика, не всегда наследственность, а сама структура человеческое устройство. Психологические факторы, которые на сегодняшний день, безусловно, их такое скопление и накопление вокруг человека, особенно вокруг молодого человека, у которого, к примеру, рядом не оказалось родителей в силу их необходимости выезжать, да, вседозволенность, доступность наркотических веществ или, скажем, опять же, игровых автоматов, понимаете, это все психологические надломы, это все приносит к таким повреждениям личности, когда начинается уже и аддиктивное поведение, начинаются деструктивные расстройства, и человек становится жертвой отсутствия, скажем, такого самозащитного механизма, это психологический аспект. Конечно, духовный аспект, человек мало читает, вот это мне очень понравилось, правильно вы говорите, что нам бы все усилия бросить вообще на профилактику, то есть сделать все возможное, это может быть какая-то идеальная, знаете, мы тоже, как перфекционисты, мечтаем, что когда-нибудь будет общество без этих больных болезней, вот, то идеально это профилактические методы, это учить, воспитывать, формировать, это такую канву человеку попробовать нарисовать в жизни, чтобы он действительно прожил жизнь интересно, приятно, здорово и полезно для общества, да, не решать проблемы, и избежать проблемы. взрослому человеку весьма сложно определиться, взрослому человеку с опытом, а молодым люди тем более, да, нет вот этих маяков, которые могут вести, почти не стало авторитетов в разных сферах, в спортивной сфере, в музыкальной, в талантливой сфере, да, и поэтому сегодняшние виды зависимости, они не появляются ниоткуда, это наши люди, это наши дети, это наши дети-соседи, понимаете, это все происходит в нас, мы общество, в котором есть элементы поражения, мы просто обязаны признать, что в этом должны принимать мы все вместе участие, и действительно, тогда в исправлении этих ошибок, или в дополнении тех пустот, которые возникли, да, и я на самом деле тоже согласна, что всегда вопрос решается комплексно, всеми силами, всем миром, но мы знаем, что человек рождается в семье, и поэтому семья это все-таки то самое главное, что может все не допустить в первую очередь преобразованности, грамотности, да, или вовремя исправить, вовремя отреагировать, но только через, конечно же, любовь, ни в коем случае унижения или деспотичные подходы, они не могут быть оправданы или применимы в данном случае, через любовь, через личный пример, личный пример, это то, как мы себя воспринимаем, это то, насколько мы любим свою жизнь, да, мы демонстрируем этим детям, и поэтому сегодня у нас имеются и реабилитационные центры, не только частного, кстати, характера, реабилитационный центр, есть государственные, диспансерии, где мы фактически берем на себя миссию, вот, где-то там общение, ну, скажем, расположение человека к добру, бесплатно, абсолютно, конечно же, и вот эти поврежденные, немножко искалеченные люди, которые к нам обращаются, нам удается многим помочь, многим. Владимир, что вы можете рассказать вашим зрителям? Очень плотный ответ, очень насыщенный, я, исходя из своего опыта, я человек молодой, еще у меня нет такого большого жизненного опыта, но первое, это семья, вот, исходя из того, что я вижу на улице, когда семья, когда мама, папа обращают внимание на ребенка и видят в этом ребенке не просто биологическую единицу, ему надо прокормить его, а воспитать с него человека, высокого, человека, который достигнет чего-то, или как минимум будет очень полезным обществу, и соответственно и сам себе, и родители это будут радовать, и родственников, и так далее, то есть, самое главное, это семья, но на сегодняшний день мы, то есть, шапки-андиакасы, как говорят в нашем молодовании, вот, но на сегодняшний день, когда ребенок у нас идет в школу, здесь не надо забывать еще раз подчеркнуть, что школа должна сделать все, школа учит, школа учит учиться, но при этом, и социальное образование, но при этом не создавать ребенку стрессы в форме перезагруженности в учебу, или по учебе он должен знать, что такое улица, в хорошем смысле этого слова, друзья, игра, футбол, и вот здесь мы подходим к вопросу альтернатив, у нас на сегодняшний день, какие альтернативы существуют самому наркотическому поведению, наркотикам, и зависимости, спорткомплексы, их нет, кружки особенно, я говорю за селах, за селы, потому что там, ну, страшно, что происходит, если в городе еще более-менее есть несколько десятков бесплатных, тогда у нас и в городах не особо даже покрупнее кое-что в любом случае что-то есть, что-то есть, а в селах этого нет, им нечем заниматься, они приходят со школы, они предоставлены самим себе, это проблема, и проблема альтернатив для молодого поколения, она просто стоит в угловом угла, потому что одно дело, когда у ребенка есть силы, энергетика, а другое дело, когда он ее направляет на те вещи, ходит, ищет наркотики, ходит, ищет, где бы ему 20-50 столей найти для того, чтобы сделать непонятно что, вот, и самый главный вопрос, это вопрос отношения государства и социальных служб к этому явлению, это очень важно, на сегодняшний день, когда мы говорим о наркомании, мы не только говорим о профилактике, о медикаментозном лечении, о той громадной работе, которую проводит наркодиспансер, но сегодняшний день говорит о том, что есть прокуратура, есть органы МВД, которые не дорабатывают, на сегодняшний день каждый участковый прекрасно знает, что у него на участке происходит, не бывает такое, ну максимум, если он только пришел на работу, все прекрасно все знают, но не все, далеко не все реагируют на эти вещи, они же прекрасно знают, и сама полиция об этом и говорит, что каждый участковый знает, министр МВД об этом и говорит, но почему это происходит, почему у него на участке происходит распространение этих наркотиков, почему он не подключает к этому вопросу наркослужбу сразу же, мы обнаружили такую проблему, ребята, давайте подключайтесь, помогите, почему социальная служба не реагирует, почему директора школы не подключает, почему он не подключает к родителям, если родители не знают об этом, элементарно, то есть вопрос чего, вопрос отсутствия коммуникации На том уровне. И в целом, для результата нам необходимо больше общаться. Все эти составляющие должны между собой общаться. К сожалению, сегодня по разным причинам. Не везде государство виноват. Во многих случаях мы сами виноваты в том, что происходит так, что мы создаем объективно, либо субъективно какие-то сложности самим себе, сложности потенциальному потребителю. И это приводит к большой статистике. И к тому, что она растет. И к тому, что общественные организации, и к тому, что иностранные партнеры, нам на сегодняшний день говорят, что у нас в стране, я извиняюсь, легко доступны две вещи. Это проституция и наркотики. Это работа общества в целом должна происходить, да, дабы избежать и уменьшить количество наркозависимых людей или в принципе зависимых людей в целом. Большое спасибо. Сегодня экспертами программы «Независимое мнение» стали депутат парламента Владимир Односталко и врач-психиатр-нарколог Лилия Федорова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова